Аминь. И некоторые он сам взял. Вот. Эти животные являются в образе каждой из нас. Потому что мы тоже есть всякие. Плоть по землю. И интересно, что это понятие чистые и нечистые животные даже начиналось в этом времени. То есть до времени Закона Моисеева. Видите? Второй стиль. И всякого скота чистого возьми и из скота нечистого. Наверное, это говорится о том, что не все в ковчеге чисты. Так как, ну, разделение между овцей и козлов это будет только тогда, когда Иисус придет. То понятие для нас очень сложное. что есть во Христе, пока во Христе, тех, которые нечисты. И мы все как-то ожидаем, что церковь это место совершенства. Что здесь в церковь есть только хорошие верующие людей. Только чист. А не так. Даже в ковчеге были и чист, и нечисты. Вот. Из чистого скота и из скота нечистого. И это только, в конце концов, когда Иисус придет, что суд не день будет, и все это решается. Но я думаю, что это так, но с этим причем, когда Иисус объяснил, что мы являемся как Пол, и он сел там и сорняки, и зерна. И эти рабы этого господина хотели бегать туда и взять всякие сорняки и им уничтожать. И он сказал, нет, подождите, потому что ты не знаешь, кто есть кто. И так и есть с нами. Просто внутри церковь, то есть в ковчеге, есть и чистые и нечистые. Так и есть. И это реальность, которую нам надо с вами просто вот так принять. Чем этих церковь ожидают, что здесь совершенство, ой, я видел то, что кажется для меня, какая-то нечистота, все, до свидания, я ухожу. А куда ты уходишь? На другую церковь, где есть 100% чистота? Пожалуйста. Но ты это не найдешь через время. Ты тоже понимаешь, что это тоже не то. Бог сказал, что 4 стих, ибо через 7 дней я буду изливать дожди на землю 40 дней. Кажется, 40 в Библии являются цифры, которые как-то имеются какие-то ассоциации, суд и проверка от Бога. Иисус, например, был 40 дней в пустыне. Израил 40 лет в пустыне. Итак, 7 дней до этого, до того, что это начиналось, Бог предупреждал Ноя. Представляете, после 120 лет, в конце концов, Он сказал ему, ладно, все. Срок стек и уже через 7 дней все. Наверное, это значит, что как-то в самые последние дни до того, что Иисус придет, мы будем как-то знать точно, что Он придет. Я не могу представить, как это фактически получается, но какой-то намек будет, какое-то знамение, наверное, даже на небесах будет, чтобы мы как-то знаем, что да, это не просто так, но это да, это точно Иисус придет. 7 дней, наверное, говорится, 7 лет, если один день, как один год с Господом, я не знаю. Ну, на всяком случае, я думаю, что, наверное, в последние дни у нас было бы такое знамение, какое-то сообщение о том, что все, это сейчас очень быстро будет, очень скоро. Итак, 7 стих. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, с ним ковчег. И Петр опять в Новом Завете подтверждал, что от всего было спасены лишь восемь человек, только восемь, только восемь человек спаслись. И это вполне тогда неудивительно, что у нас так мало, ну, откликов к Евангелии в этом поколении. Когда людей считают, что, ой, да нет, наша церковь такая огромная, у нас тысяча по тысячам на нашем аудитории, или я принадлежаю, допустим, католиков, мы огромная церковь, у нас миллиардов членов. Сейчас, подождите. Ноя и его семьей всего восемь человек. Разве, ну, в большинстве, ну, людям в правде нет? Всегда это меньшество. Бог всегда действует с меньшества. Это не так, что Он только хочет спасать, ну, мало людей, Он хочет многих, ну, спасать. Но, фактически, до самого конца это всегда очень мало. И вот, в этом пример, всего восемь человек пришли. Только восемь. И это было бы удивительно, если у Ноя и его жена были только три сыновья. Я думаю, если они жили столько лет, точно, у них было бы побольше дети. Тем более, они взяли вот жены, сыновь его и сыновья его. А разве у них не были дети? Кажется, у них, наверное, вроде много дети. А они, кажется, не хотели. Получилось так, что только восемь человек спаслись, потому что только восемь человек так и хотели. Есть такие картины, в таком степени они актуальны, я не знаю. Но такие картины, где есть там ковчег и поток начинался, и все как-то стучали на дверь. Ой, Ноя, открой, открой. Слишком поздно. Почему? Потому что в 16 стихе написано, что затворил Господь за ним. Я понимаю, что Бог закрыл тот дверь, и ставил тот дверь тогда закрыто, и все. И, как я сказал, в Новом Завете у нас похоже понятие. Когда Иисус дал тот притч о том, что он пришел поздно, и эти девочки бегали, чтобы покупать масло и так далее. И дверь затворил, и все. И они слишком поздно пришли, и начинали стучать. Открой, открой. Да нет, это уже поздно. Как-то поезд ушел. Вот. Затворил Господь за ним. Это, конечно, очень неприятно. Но стоит об этом размышлять. Что когда Иисус придет, будут тех, которые не во Христе, ой, я очень хочу. И нет. То есть, когда Иисус придет, никто не будет как-то пассивно, что да ладно, Он пришел, это для меня ни при чем. Но я никогда это не хотел, никогда не буду, я никогда не хочу такое участие с ним. Нет. Когда тот потоп начинался, и люди поняли, что да, это то, что Ноис сказал, это то, что он проповедовал. Да, он 120 лет приготовил тот ковчег, и я, как дурак, смеялся, не хотел с ним участвовать, я не хотел быть в этом ковчеге. И мне, ой, это слишком поздно. Когда мы читаем в Новом Завете о том, что было бы страшное время скорбь и так далее, но когда людей не будут в Царстве Божьем, что скреп зубов и плач, горка плач и так далее. Что это значит? Я не думаю, что Бог будет как-то мучить тех, которые не будут в Его Царстве, не буквальным образом, а огнем и так далее, как некоторые считают. Я не думаю. Я не думаю. Но тот скреп зубов, такой гнев, такой горка плач, это было бы из-за того, что они будут гневаться против самого себя. Дурак я! Зачем я так сделал? Зачем я не ответил на то приглашение быть в ковчеге? Ой, как я дурак! Это вот, по-моему, достаточно, достаточное наказание, что человек умирает при таком, ну, гнев против самого себя. Что дурак я! Зачем я это не сделал? Я не могу обвинять никто, кроме самого себя. Итак, это очевидно, по-моему, что нам должны принять крещение во Христе. Почему? Потому что, ну, назовите, Петр объяснил, что тот ковчег является символом не только Иисуса, а символом крещения во Христе. Понимаете? Почему? Ободравить постоянно людей принять крещение. Потому что это так важно быть во Христе, быть ковчегом. Потому что, безусловно, тот время скорб, тот поток, тот суд Божий, безусловно, начинается. Я вот тогда читаю 1 Петр, 3 глава, 20 стихе. Вот не иное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совесть спасает воскресением Иисуса Христа. Итак, тот ковчег, то есть Иисус, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Говорится, он сказал, в этом образ является образ крещения. Это понятно, это вполне понятно. И если человек в ковчеге, а что, после этого он хотел бы бросать себе опять в аду? Конечно, у Ноя была, по идее, возможность это делать. А разве он это сделал бы? И тоже с нами. Разве? После того, что мы приняли крещение во Христе, разве мы хотим покидать тот корабль, тот ковчег? Мы сможем, конечно. Но это является, конечно, глупостью. Я объяснил раньше, когда мы читали 6 главу, насчет землю. Я предлагал, что земле здесь говорится не у весь планеты, но вообще о земле, которой Бог обещал Аврааму. То есть тот район около Иерусалима, Израилла и так далее. В 20 стихе на 15 лапке поднялась над ними, в смысле, над самой высокой горам, над ними вода. И покрылись горы. Если это буквальным образом говорится о Эвересте и такие огромные горы, это очень сложно понять. Как, думаю, более логично, если это, говорится, более местный потопа. Написано тоже, что Ноя взял в ковчеге еда не только для себе, а для животных. 6 глава, 21 стихе. Так же возьми себе всякую пищу, какую питаются, и собри к себе, а будет она для тебе и для них, в смысле животных, пищей. Ну, если они внутри ковчега, в 24 стихе, 7 глава, 24, по крайней мере, 150 дней. И практически чуть больше, потому что они были внутри 7 дней сперва, потом тот 150, и даже после этого, пока земля стал сухой, кажется, 8 глава, 6 стихе, это были еще 40 дней. Кажется, они были тогда всего, по крайней мере, 200 дней. Чтобы покормить даже 8 человек 200 дней, это достаточно еду. Тем более, всякие эти животные, и, конечно, животные чуть по-другому питаются, да, это огромная, огромная масса еду. Я знаю, что у него было 120 лет готовить все это, но это просто нереально. Если там внутри был динозавр, был, ну, всякие эти слонные, и жирафы, и так далее, просто, просто невозможно. Просто по техническим причинам. Я поэтому считаю, что тот Земле, о том, что мы считаем, был местный, это не был весь планет. Если мы считаем, что это весь планет, то всякие такие проблемы техническим характером будет явиться, и вообще без никакой ответа. Это как-то абзурд. Итак, написано, что они все зашли туда, и вода пришел, и все эти люди умерли. И остался только Ноя. И что было с ним в Ковчеге? Есть такое даже предположение, что они спаслись из-за Ноя. Особо Петр, когда Петр об этом говорил, кажется, что Ноя был для них какой-то спасителем. Другим образом он является символ Иисуса. Ковчеги тоже являются символ Иисусом. Ну, он спас своей семьей, написано. К евраям написано, что он спас своей семьей веру. То есть в том, что он верил, он строил тот Ковчег и спас своей семьей. Наверное, это предполагается, что даже они не очень верили. Они как-то верили в Ноя, и он, то есть Ноя как-то им спас. И пришлось так, чтобы, ну, мы сможем понять, что Ноя, только Ноя остался верующий человек. И даже его семьей не очень. И так не удивляйтесь, если ты чувствуешь такое, что я как-то один. Даже с семьей, даже в церковь, даже вообще в жизни. Кажется, что я единственный. Ну, это такое ощущение было на самом деле у Ноя. И тот Ковчег, кстати, ну, можно называться только как корабль, но это совсем не строим, как корабль. Когда мы читали эти деменции этого Ковчега, там 6 глава, это как огромный, ну, коробок, в принципе. Это совсем не сделан так, как, ну, корабль. Это было нельзя, допустим, направлять. Туды, суды? Нет. Просто надо вот сидеть там. Тоже в нашей жизни, если мы в Ковчеге, мы не сможем как-то сам себе направлять. Мы не сможем выбрать направление. Мы просто там находимся, и Господь, безусловно, вот с нами. И управляет нам туда, куда надо. Ладно. Есть еще комментарии? Да, Вал. Я нашел чистые и нечистые животные. Да. Тоже они были помещены в Ковчег. Да. Столько, столько. Они для пищи или для чего? Или продолжать его ниже? Да. Я понимаю, что дальше в законе Моисеев написано, на каком основании Бог сказал, что это чист, это нечист. И, кажется, хотя это не написано раньше в Бытие, кажется, то разделение между чистым и нечистым животным уже начиналось. Ну, ты правильно сказал, что там Ковчеги, они все как-то размешаны с друг другом. Да. Ну, свинины считаются нечистые, правильно у нас? Да. Я по поводу Гарарарат хотел сказать. Вот жизнь Ноя, Ноя ходил пред Богом. Любой человек может ходить. Праведность, она просто заключается в одной вещи. У каждого человека в сердце есть ключ. Каждый человек может слышать голос Божий. Достаточно просто ему открыть свое сердце. Потому что то, что создавалось на земле еще до Ноя, оно не было создано для уничтожения. Оно было создано для жизни. Любой человек. Праведность, это не то, что ты много сделал, мало сделал. Там ты или там ты находишься. Праведность, это когда ты открываешь свое сердце, начинаешь слышать то, что тебе Бог говорит. Даже если будет вокруг все тонуть, Он тебя все равно вытащит. И на Рате сел Ковчег, и на Рате сел. Почему Ной строил Ковчег? Он ходил пред Богом. Он слышал в своем сердце, что нужно делать. Он не бегал по всему району и не спрашивал у каждого. А надо мне этот Ковчег делать или не надо мне его делать? Он просто слышал свой голос. Голос Бога, который было у него сердце. У каждого человека в сердце есть этот голос. И вот этот ключ, который... Когда человек открывает своё сердце, чтобы слышать Бога. Это и есть праведность, это и есть спасение. Аминь. 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 Продолжение следует...